Дорогие братья и сестры, очень рад сегодня еще с вами быть. Я хотел сказать, что очень-очень мне понравилось сегодняшнее утреннее служение, так я ей слезы выдержал. Так хорошо мы говорили, как Бог благословил нас нашими мамами. И вот я помню, когда я в Хубе был, себе дали нам возможность что-то сказать, и я им говорил, что я здесь, потому что моя мама молилась, моя мама плакала, моя мама дала пожертвовать, она зарплату держала, держала, чтобы зубы свои лечить. Она мне все отдала, чтобы я на кого мог полететь. Я говорю, слава Богу, за то, что Бог дал ей такое сердце, и за то, что я мог благословить многих людей в той стране. Но также я знаю, я смотрю на нее, я вижу, у нее сердце всегда хочет кому-то помочь. Вот всегда вспоминает о Руси, Украине, и хочет всегда кому-то помочь. И я думаю, слава Богу, и я зажегся этим желанием помогать другим, потому что я увидел на жизни ее, что на самом деле к этому Христос нас призывает, чтобы мы жертвовали, чтобы мы любили, и смотря вот, как она жертвовала ради меня, ради Христа, и я зажегся этим желанием. Так что я хочу планыть Бога за свою маму. Сегодня я хотел говорить о Луке 18 главе. Вот здесь о этом слепом человеке, который сидел. Как мы помним, Лука разделяется на четыре части. С первой по четыре – это его юность, с четыре по девять – это служение у Галилеи, потом с девятой по... не помню. На какое это уже, как он идет до Иерусалима. И вот это в части, как он уже в последний ход идет, чтобы умереть. И как он не прозевал этот момент, или как слепой не прозевал момент, когда Христос пошел на Иерусалима. Так что, если у вас есть, откройте Луке 18 глава, это будет с 35 стиха. Есть? Спасибо. Значит, написано, «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, растя мылостями, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое?» Ему сказали, «Это Иисус на заре идет». И тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие заставили его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И тогда тот подошел к нему и спросил ему, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы не прозреть». Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тот час прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал полу Богу. Те, которые читают церковный список библейских чтений, это его недавно прочитали. И меня это очень благословило. Я уже две недели думаю насчет этого слепого человека, что он так желал, он услышал, что Иисус проходит, что у него была эта возможность. И так часто, я думаю, мы остаемся слепыми. Мы не всегда понимаем, что Христос, он рядом. И он ждет, чтобы мы к нему взимали. Короче, вот цель. Но до этого бывает, что когда мы читаем стишок и отрывок маленький, мы пропускаем контекст. Так что я хотел сегодня быстренько просмотреть контекст 18 главы Луки. Так что если мы смотрим первые, здесь 4-5 историй в 18 главе Луки. Вот первые, это первые по 8 стих. Я просто расскажу о чем. Значит, первый по 8 стих. Чтобы как-то мысли взяли для себя. О вдове. Вы помните? Была вдова и несправедливая судья. И она просила защиту у него. А он не хотел. Она все просила и просила и просила. И что мы можем от этого взять? То, что Бог любит слышать нас. Что он не как этот судья. Который, которому безразлично. Он пишет, что я Бог любящий. Я хочу услышать ваши молитвы. И даже и этот злой решил помиловать его. Насколько больше Бог хочет помиловать детей своих. Это первая история. Вторая. Про фарисея и мытаря. Мы помним, что обои обращались к Богу. Один в гордом сердце, а другой в осмиренной. И тот, который понял, кто он такой перед Богом, тот пошел оправданный. Третья. Потом дети хотели прийти к Иисусу, а ученики запретили их. И я думаю, цель этого в контексте, видя, что Христос принимает те, которые к нему приходят. И бывают даже самые спройдливые, делают ошибки, говорят, нет, не надо. Но Христос принимает всех. Потом следующее. О богаче. О богатом юноше. Он хотел вечность приобрести. Он говорит, что мне сделать, чтобы приобрести вечную жизнь? Но Христос ему показал, что у него был недостаток. Что ты должен продать все и следовать за мной. И потом повредешь вечную жизнь. Но он не был готов. Потому что он любил свой авторитет, свой комфорт, свои деньги. И все, что у него там было. Все привилегии и богатства. Он считал жизнь на этой земле более важной. Жизнь вечная. Он был на самом деле слепой. И последняя история об этом слепом человеке. У него была возможность. Он слышал, что был народ, шел народ. И когда он понял, кто это идет, он закричал, как громко, как он смог. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Я думаю, урок сегодняшний. Кричим ли мы? Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Потому что бог хочет услышать наши молитвы. Кажется, что часто те, которые оправданы этим миром, не оправданы богом. Этот слепой человек, слепых полно было в Израиле. Это было нередкое случая. Но бог его оправдал. Написано в Марке, в 10 главе 46 стиху, как его даже зовут. Его зовут Бартимирин. Что также интересно в истории, в контексте Марки, что это следующая история после того, как Павел сегодня проповедовал нам, что братья, помни, или грома, приходили к Христу. Это тоже сравнение получается. Эти хотели быть оправданными. Эти хотели что-то грандиозное получить. А здесь снова сравнение идет. А этот понял, кто он есть пред Богом. И сегодня я хотел. Понимаем ли мы, кто мы есть пред Богом? Как часто мы делаем Бога в своем образе. Мы думаем, я такой, значит, Бог такой. Мы, конечно, так не выражаемся, мы не говорим. Но на самом деле, если в глубину своего сердца посмотрим, мы смотрим, нет, Бог такое не может простить. Или нет, Бог так бы никогда не сделал. Потому что мы думаем, представляем его по-своему. Часто человек думает, что Бог, он здесь, чтобы нам служить. А на самом деле это все наоборот. Мы созданы служить Богу, прославлять Бога, любить Бога. Ибо он держит мир, не мы. Мы вот такие крошечки маленькие. Сравнили даже с луной, например, да? А он, это он, центр мира. И мы должны быть, как этот мытарь, о котором мы недавно сказали. Мы не помним свою нужду. Мы должны помнить, что у нас есть грех. И как часто он подкрадается, что его и незаметно бывает. И прийти к Иисусу Христу. Вот, мы видим, что этот фарисей, он пошел молиться, чтобы его видели. У него была репутация. Он должен ее было содержать. Два раза в неделю нужно молиться. Потом, мы видим, были и самоправедные, и смиренные. Были те, которые думали, что они видели. Но на самом деле они были слепые. Но они даже не замечали, что они были слепые. Вот представьте себе, человек, кто курит, да? Если вы скажете, вы что-то пахнете папиросой. Они не заметят, да? Не так? Этот, кто не курит, тот замечает. Вот. А тот курит, и они не замечают. Мы помним, что церковь в Сардис, в третьей главе Откровения написано, в третьей главе, первое стих Откровения написано, «И ангелу Сардисской церкви напиши, там, говорит, имеющие семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мёртв». Как замечательно, что мы можем собираться каждую неделю и смотреть, где мы на пути. Как часто Павел говорит, «Я пишу вам, напоминаю, хоть вы и утверждены в этом, как интересно, вы уже утверждены в этой истине, но он всё напоминает и напоминает». Почему? Значит, так надо. Потому что мы забываем, мы пытаемся слегка, можно сказать так. И вот, они носят имя, будто живые, но они мертвые. Вот, на английском написано, что у вас есть репутация, что вы живые, у вас до собрания приходят, и все такие живые. А на самом деле, внутри, Бог смотрит же в сердце всё-таки. Сердце там пустота. Вы даже и Спасителя своего не знаете. Так вот. Мы смотрим, я вот недавно читал историю про одну миссионерку. Они с мужем были, на Филиппинах служили. И их, я не знаю, вы знаете, Абусаяф, это террористы, их, короче, поймали, и хотели, чтобы за них заплатили деньги. И вот, она пишет, когда я сидела, она, голодная, обычно голодные сидели они, потому что я поняла на себе страшную истину. Вот. Когда я видела, у кого-то была пища, я никак не могла радоваться, что кто-то насыщается, или хоть кушает что-нибудь. А всегда, абсолютно всегда, записть хватала у меня. Почему? Мы не знаем свое сердце, как должно. Она нам врет. Она нам говорит, что мы хочем увидеть. Она цвет красит этой кисткой, которой мы выбрали. Можно так сказать. Вот, когда мы смотрим из истории, я немножко прочитал, написано, что слепота, я не медик, конечно, извините, но обычно вот здесь под глазом есть то, что воду несет, чтобы сухо не было под глазом. И оно высыхало у людей там. И это как-то от комаров, от насекомых каких-то, от му вроде бы. И оно засыхало, и здесь, и глаз, опух, и человека слеп. И вот, и еще то, что они в жаре сидели, и на солнце, и в пустыне, и, короче, ухудшало свое зрение, и это было очень нередкое случай. И когда человек таким слепым вставал, они должны были их от общества убрать, чтобы другие не слепли тоже. Так что у многих людей, родственники, у плотов семьи обычно кто-то был слепой. Так что это было, это как я прочитал эту статью. Так, значит, мы вот как смотрим, в 38-м стиху написано это в нашем тексте, 18-й глава руки. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И вот эти стихи, которые я держу с ними, и я у себя спрашиваю, взываю ли я Бог, говорили ему, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Есть ли в меня что нужно во мне миловать, или что я вижу в себе, что нуждается в Боге? И вот это, я думаю, главный вопрос, и почему я не могу бросить этот стих, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Если мы не видим, почему, и зачем, почему нас миловать надо, тогда мы взывать и не будем. А если мы взывать не будем, то мы теряем многому, теряем мы. Так, я вот хотел сказать, что Христос сегодня тоже здесь. Он тоже ходит, хотя он в наших сердцах не образно ходит, но мы знаем, что когда мы верующие, что Христос тоже живет в нас, и Он ищет тех, которые будут поклониться, кому взывают к Нему. И вот, время благодати еще есть, но на завтра она не обещана. Когда-то закончится, число наберется и все, благодать кончится. Не навсегда будет это время, что можно будет поклониться Ему. Не всегда можно будет Ему помолиться на этой земле. Христос отвечает молитвой, Он хочет слышать наши молитвы, и Он хочет, чтобы мы называли к Нему. Мы помним в Откровении 3 главе в 20 стиху, что написано, «Сей стою уверен и стучу, если кто услышит голос Мой и отболит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со Мною». Это было написано церковь. Это не говорит он миру, о, я хочу с вами ужинать, он нам говорит, хотим ли мы вечерить с Господом нашим Спасителем. Я надеюсь, что каждый хочет сказать «да», но сказать «да» это одно, но стремиться к этому это совсем другое. Обычно, когда у нас грех в жизни, стена строится, и мы не приходим к Богу, мы или боимся, или стесняемся, или что-то тревожит этому отношению, мы перестаем Библию читать, мы не молимся, я думаю, каждый человек там был, знает, что это такое. Но я думаю, от этого слепого человека мы понимаем, что Христос хочет услышать наши молитвы, Он хочет ответить. Как эта женщина приходила к этому суде, она долго не приходила. И бывает Бог не сразу отвечает на нашу молитву, посмотреть, на самом деле мы хотим это или не хотим. И когда мы показываем верность у Своего, что мы хотим, что мы просим исцеление или прощение, или что-то, что-то не было, что Бог хочет выйти нам навстречу. И вот, когда у нас эта барьера между нами и Богом, это может быть от гостей, от зависимости, от того, что непрощение, от гордости, это все ослепляет нас. И мы стоим дальше и дальше от Бога. Хотя мы не чувствуем, что мы подходим от Него. Но на самом деле, если мы не приближаемся к Нему, мы отступаем от Него. И вот, хотел еще раз посмотреть на это место, как написано здесь. Написано в 38 стиху возможность есть, но она не всегда будет. Давайте мы вспомним это. в 39 стихе шедшие впереди заставили его молчать, но еще громче он кричал «Сын Абидов, помилуй меня!» Как часто, когда мы обращаемся к Богу, становится труднее. Как мы видим, эти люди начали кричать «Замолчи ты! Кто ты такой слепой? Еще думаешь, к тебе Христос придет? Кто ты?» На самом деле, к таким Христос пришел. Кто мы будем? Те, которые смотрят вниз на этого человека? Или мы будем говорить «Христос, я не смотрю ни на кого, ни на что, мне самое главное в жизни тебя познать, узнать твою волю для себя и быть послушным к этому». Были противники, но он перемолв их. Он кричал сильнее. И как прекрасно, что он кричал сильнее, что пришел к нему Христос. Потом написано 41 стих «Что ты хочешь от меня?» Он сказал «Бывает, когда мы безымаем Богу, он скажет «Ну что ты хочешь?» И бывает, мы не знаем, мы думаем, что мы вот это хотим, но на самом деле не это для нас нужно. И вот написано «Господи, чтобы мне поразреть». Он понял, что он слепой. те, которые физически слепые, они сразу знают, что у них за проблема. А когда мы духовно слепые, бывает, мы не замечаем эту слепоту. Нам не нужно грандиозную веру какую-то. Потому что Иисус говорил, прозри, вера твоя спасла тебя. Нигде не написано, что нужно много-много веры, чтобы Христос нас исцелел. Если вас вера грачичного зерна отмено, то вы можете горы передать. Бог говорит, ну, верьте. И не сомневайтесь, как в якоре написано, не сомневайтесь, что Бог ответил. И потом смотрите, в 43-м стихе, самый мы видим, что Бог на самом деле хочет. И он сейчас прозрел и пошел за ними. Он был исцелен, Бог услышал его молитву, и он стал учеником. Его даже имя они запомнили. Значит, он служил какое-то время с ними. Славя Бога. И пошел за ним, славя Бога. Он начал славить Бога. И весь народ, идя это, воздал хвалу Богу. достоин хвалы. Когда мы живем как положено, Бог получает хвалу. Джон Пайпер говорит, мы самые довольны, когда Бог самопрославленный у нас. Вот так вперед я не то хорошо сказал, я понимаю, когда мы прославляем Бога, или когда мы довольны, тогда и Бог прославляется самым большее. Потому что мы делаем то, что мы были созданы делать. И вот я хотел сказать, дорогие братья, сестры, матери, отцы, Бог хочет, чтобы мы взывали к Нему. И это прекрасно. Это прекрасно. я хотел еще упомянуть, что я слышал на этой неделе. Я слышал, что человек говорил о 22-й псаломах, «Господь пасторе много». Все знают. И во втором стиху написано «Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихих». Помни? И у нас обычно в американском понимании злачные пажет эта трава до колена и можешь лежать месяцами и хватит пищи навсегда. Но в Израиле не совсем так. В Израиле самая лучшая земля для тех, которые лодами занимались, садили винограды и так далее. Самая хорошая земля. А овцам давали уже второсипедное. Там в пустыне не были. И там было, что между скалой вода приходила и маленькие травочки вырастали. И овечка должна была идти себе и когда она следует за пастором хватает ему воды или травы. А когда она перестает идти, трава кончается. Вот камень здесь, камень здесь, камень здесь. Идет, идет, идет. И когда она послушно идет, следует за пастором своим хватает этой травы. Я думаю, это хорошо. Мы должны следовать за пастором. шаг за шагом, шаг за шагом, за Христом, как детская песня нам говорит. Так что это прекрасное для меня было объяснение. Бог хочет, чтобы мы следовали за Ним за шагом, чтобы мы молились к Нему, взывали и Бог ответит нам. И наше отношение к Нему будет приближаться. И я думаю, это что я лично хочу. И в этом будет самое большое благословение. если мы не будем следовать за Ним, то опции врут, они потеряются и упадут может какой-то зверь голодненький захочет их слушать. Тоже такие. Так что вот я хотел призвать каждого из нас, чтобы мы сейчас и здесь молились, но чтобы мы молились, серьезно молились и говорили, Господи, в чем мой недостаток? Где я не вижу свою слепоту? Где я могу улучшить свое отношение с Тобой? Где у меня преграда в мое отношение с Тобой? Чтоб я мог, как этот слепот человек, взымать Тебе и даже самый, кто в народе был одаренный и того Христос призвал и он следовал за ним. Слава Господу за это. Так что давайте помолимся.